Самый экономичный газовый котел это двухконтурный или одноконтурный? В каких случаях какой котел нужно выбрать для частного дома? Самый экономичный газовый котел это котел выбранный под ваши параметры. Все зависит от ваших потребностей. С одной стороны при подборе газового котла необходимо учитывать множество факторов, а с другой на рынке появилось универсальное решение. В этом выпуске мы об этом и поговорим. Пишите ваши вопросы и не забывайте подписываться на наш канал, а также смотрите внимательно, в выпуске вас ждет подарок. Двухконтурный или одноконтурный котел? Что выбрать? Хорошо, если вы определились и сразу уверены, что в будущем в системе отопления и водоснабжения вы ничего менять не будете. Если вам достаточно двух точек отбора горячей воды, вам будет достаточно двухконтурного котла. Но если вам захочется иметь больше горячей воды или холодная вода очень жесткая, то вам нужен будет одноконтурный котел с бойлером костного нагрева. В этом случае вам придется покупать новый котел. Но в этой ситуации самое рациональное решение это купить универсальный котел ВАРМ. Это уникальное и единственное предложение на российском рынке. Этот котел можно легко переделать из двухконтурного в одноконтурный и сразу подключить к нему без лишних затрат бойлер костного нагрева. Для этого в котле ВАРМ уже есть все необходимое. В то же время, если у вас одноконтурный котел ВАРМ и вам потребовалось иметь горячую воду, или если у вас установленный бойлер костного нагрева вышел из строя, то возможно более рационально будет не покупать дорогостоящий бойлер или новый двухконтурный котел. Вам будет достаточно купить комплект для переналадки одноконтурного котла в двухконтурный. Котлы российского производства ВАРМ позволяют сделать такую переналадку и экономить вам немалые деньги без покупки нового котла. Если вам необходима консультация сервисного центра по выбору газового котла или по другим вопросам, вы всегда можете обратиться к нам. Сообщите промокод ТЕПЛО в комментарии к заказу или по телефону и получите подробную бесплатную консультацию. Нужно использовать котлы подходящей мощности для вашего помещения и, конечно, использование датчиков наружной и комнатной температуры позволит вам поддерживать комфортную температуру в доме, при этом экономя на газе. Мы все замечаем, как в городских квартирах меняется температура батарей в зависимости от температуры на улице. Это происходит благодаря использованию датчиков уличной температуры и погодозависимой автоматики. Например, в котлах ВАРМ установлена погодозависимая автоматика. Это значит, что подключив к котлу датчик уличной температуры, вам не придется подходить к котлу и вручную устанавливать температуру теплоносителя при изменении температуры на улице. При использовании датчика уличной температуры котел будет сам менять температуру теплоносителя. Это позволит вам, если у вас правильно подобраны радиаторы, иметь одинаковую температуру в разных комнатах. Использование датчика комнатной температуры также важно для экономной работы котла. В этом случае котел будет включаться не по температуре входящего в него теплоносителя, а по температуре воздуха в помещении. Так как воздух остывает значительно медленнее, чем теплоноситель в системе отопления, то котел будет включаться реже, не будет тактования, так называемого включения и выключения котла. А это влияет на экономию газа и значительно увеличивает срок службы котла. Вода обладает гораздо большей теплоемкостью и теплоотдачей, чем воздух. Именно поэтому предпочитаю делать систему отопления водяную. Радиаторы отопления или теплые полы аккумулируют в себе большое количество тепла и передают его большому объему воздуха в помещении. Этот объем воздуха остывает медленнее, чем небольшой объем воды в системе отопления, и поэтому нет необходимости котлу включаться, даже если вода остыла. Котел отреагирует на сигнал от датчика комнатного термостата, если температура воздуха отличается от заданной. Поэтому котел будет включаться реже. Это позволит экономить газ и снизит тактование, так называемое включение-выключение котла. При выборе котла надо определить оптимальную мощность котла. Грубо оценить требуемую мощность можно, исходя из расчета 1 кВт на 10 квадратных метров площади. Затем надо определиться с типом котла, одноконтурный или двухконтурный, а также настенный или напольный. Напольные котлы, как правило, дешевле, но они не имеют в своем составе группы безопасности, расширительного бака, циркуляционного насоса. Это все придется докупать отдельно. И не факт, что получится дешевле настенного котла, у которого все вышеперечисленное уже есть в составе котла. Настенный котел Варм Аурус имеет европейский дизайн и отлично впишется в интерьер кухни. Что касается одноконтурного или двухконтурного котла, то это зависит от количества воды и точек отбора воды. Если семья небольшая и одновременно могут использоваться две точки отбора горячей воды, то достаточно двухконтурного котла. Если нужно много горячей воды и будет использоваться одновременно более двух точек отбора, то лучше остановиться на выборе одноконтурного котла Варм Аурус и подключить к нему бойлер костного нагрева Варм. Пишите ваши вопросы и пожелания к следующим выпускам. Подписывайтесь на канал. До встречи!